Детская школа искусств Но, как утверждал великий скрипач и педагог Шеницы Сузуки, в коллективное творчество нужно объединять большое количество детей, что делает всех и детей, и родителей абсолютно счастливыми. Название нашего урока – работа в классе ансамбля скрипачей. Цель урока – в упражнениях и в произведениях достичь чистого интонирования, ритмической точности, правильной динамики. Задача урока – воспитание музыкальных вкусов и потребностей на музыкальных произведениях, закрепление чистого интонирования в классе ансамбля скрипачей, развитие художественных вкусов, музыкального слуха, музыкальной памяти и эмоциональной отзывчивости к искусству. Ну а сейчас мы начнем наш урок. Итак, я вас всех попрошу сейчас проверить строй. Поднимаем с липочки. И вместе, напоминаю, что строй мы проверяем на пиано, да, потому что интенсивная нотка лучше слышна. Пожалуйста, лео проводим и кончим. Лео проводим и кончим. Лео проводим. Все хорошо. Молодцы. Прежде чем приступить с вами к работе, я бы хотела вспомнить с вами, как же переводится с французского языка слово «ансамбль». Аня. Вместе. Правильно, вместе. Из этого следует, что каждый из вас несет огромную ответственность, когда вы участвуете именно в коллективе. Даже не когда соль на кого играете, а именно в коллективе на каждом из вас лежит большая ответственность. И успех или неудача одного – это успех или неудача каждого. Вот сейчас попробуйте собраться, внимательно слушать меня, и давайте проведем наш открытый урок. И начнем мы с вами с гаммы ля-минор. Это будет нашим интонационным упражнением. Конечно же, мы все знаем, зачем мы следим обычно при работе на упражнении. Это чистое интонирование и ретническая точность. Но еще в гамму ля-минор мы с вами добавим динамики, немножко усложнение. Будем играть мы эту гамму с вами, начиная от колодочки. Пиано это у нас тихо. Мецо-пиано. И очень тихо. Мецо-форте. И очень громко. И форте к концу смычка громко. Ну, и верх смычков мы делаем все с точностью наоборот, то есть от форте к пиано. Прежде чем мы начнем это делать, мы должны с вами выяснить в техническую сторону, да? Как мы это будем делать? Давайте мы разберемся. Чтобы сыграть пиано у колодки, все-таки его сложно там играть. И почему? Кто мне ответит, Лидова? Потому что у колодки смычок тяжелее. Да, у колодки смычок тяжелее. Правильно. Поэтому что мы будем делать для начала? Надо подвесить смычок и играть одним глазком. Правильно. А еще что мы делаем, чтобы сыграть пиано у колодки, Аня? Надо медленно вести смычок. С медленной скоростью смычка. Хорошо. И чтобы... Да, еще раз не спросила. Одним словом, как мы назовем переход от пиано к форте постепенно? Или ну? Крещендо. Крещендо, правильно. А как у нас переводится крещендо? Постепенно громче. Постепенно громче. Правильно. И верх смычком переход от форте к пиано, назовем одним словом, Гола? Диминуэнда. Диминуэнда переводим. Наступно. Постепенно, тише. Постепенно, тише. Итак, вот сейчас все это упражнение мы с вами сделаем, да? Вы умеете делать это упражнение все. Подвесили смычочек между большим пальчиком и мизинечком. Не забывайте, что мизинец у нас выполняет роль противовеса, да? Пальчики свободные висят над тростью? Свободные. А сейчас расплачу. Все свободно. Ну-ка, почувствуйте вес смычком. Хорошо. И назад вернулись. Вот, учимся манипулировать смычком, да? Свободные. Ничего, есть страшного. Поднимаем. Так, бывает такое. Хорошо. Угу. Вот так мы должны будем с вами подвесить смычочек над струной. И чтобы сделать крещендо-постепенное к концу смычка, что вы должны еще добавить? Скажите мне, пожалуйста, Алина. Скорость смычка и вес руки. Правильно. А вес руки мы добавляем через? Указательный палец. Правильно. И как это называется одним словом, Настя? Противовес. Вот сейчас мы с вами сыграем ля-минор в унисон. Что такое унисон, Лиза? Это вместе. Вместе, да. Как один унисон, как один, да? То есть нотка у нас одна. Если она ля, то она одна, и другой ее не может быть. И вот она у вас должна слушать и именно сыграть эту нотку. Все вместе друг друга слушаем очень внимательно. Зачем мы еще будем следить? Затем на ее смене смычка. За плавную смену смычка. А еще, Лиза? За плавную смену струн. Струн. А чем мы делаем плавную смену струн? С помощью чего, Али? С помощью смычка. А подгома это называется плоской струны. Да, плоской струны, только не с помощью смычка, а с помощью чего? Какой части руками остынки? Локтя, да. Я уже перепутала, да? Вот. С помощью локтя мы делаем, да? Правильно. Хорошо. И, пожалуйста, еще раз попрошу сделать мягкую атаку звука. Что такое атака, Арсений? Атака звука – это начало. Начало звука, да. Вот именно мягкая атака звука у нас с вами будет делать подвешенным смычочком. Очень аккуратно начинаем вести. И, естественно, плавная смена смычка мы будем достигать. Мягкая атака звука. Подняли инструменты. Подвесили смычочки, подвешиваем струной. Подвесили. Именно почувствуйте этот подвес. Докоснулись одним волоском. И начинаем с медленной скоростью. Не забываем про динамику. Все, что мы сейчас о чем говорили, за этим следим. Будьте внимательны. Я вам буду помогать считать, но вы про себя тоже считайте. И. Раз, два, три. Не теряйте в полуке. Хорошо. Разворяем его. Раз, два, три. И на следующий раз. Раз, три. Четыре. Думышка, и занято. И. Думышка, и занято. И. 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 Хорошо, молодцы. Хорошо получаем, постараемся. Сейчас мы сделаем с вами то же самое, только с закрытыми глазами. Как вы думаете, зачем я прошу вас это сделать? Аня. Когда человек с закрытыми глазами, у него обостряется слух. Да, я вам приведу пример. Со мной учился в музыкальном училище парень, у которого 90% незрячего. И он играл все на слух. Великолепный скрипаж, играл серьезное произведение. Вот давайте мы сейчас закроем глазки с вами. За всем, чем нужно, мы будем следить. Ну а движение, введение смычка ровное, вы, конечно, контролируйте сейчас правой рукой. Приготовились. И слушайте унисон, пожалуйста. Аня, не зажмутся, просто глазки. Приготовились. И динамику сохраняем кубакой. И субтитры создавал DimaTorzok И субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А теперь дошла очередь до третьей партии. Первая передается так третьей партии. Пожалуйста, следите и не забывайте, что у вас фон громко не играет. Подмешиваемся, нечего, не приготовьтесь, я вас послушаю. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ! 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 А как мы это делаем? Филируем как нотку? Сначала насесть на нотку, а потом все медленнее и медленнее. Ну, наседать на нее не надо, не все время. Иногда оно бывает и с фортом, и мы должны ее сфилировать, а иногда и пьяная нотка звучит, но она тоже должна сфилировать. То есть замедляем скорость движения смычка и постепенно переходим на один волосок, и нотка у нас растворилась в воздухе. Вот вы сейчас это делаете в конце фразы. Молодцы. Ну и давайте мы эту фразочку сыграем вместе. Я послушаю все партии. Приготовились. Первый. Будьте внимательны с интонацией. Пожалуйста. Достаточно, достаточно. Молодцы. Молодцы. Теперь давайте мы вспомним, насколько частей мы образом можем разделить это произведение Вова. Мы можем разделить это произведение на три части. На три части, правильно. Причем третья часть полностью повторяет первую, да. Что характерно. Итак, давайте мы с вами, какие у вас проблемы у нас обычно бывают. Последняя нота в этой части, это половинка с точкой. Следующая у нас восьмая пауза, и за так вступаем на восьмую. Вот именно на эту восьмую, вторую и первую вы вступаете не одновременно всегда. У вас вот эта проблема большая здесь. Давайте мы сыграем сейчас. Значит, у первых у вас идет партию. Вот отсюда, вторая. Понимаете, понял, да, откуда? И что у нас в этом месте? Миля. Миля, отлично. Видите, вы уже все знаете. Партию свою знаете, вот и до. Так, хорошо. Подняли скрипочки. И сейчас внимательно вот эту половинку с точкой, пожалуйста, про себя просчитайте ее. Мы еще должны ее сфинировать, к тому же, да, мы уже выяснили, что это такое. Просчитали восьмую. И первые, вторые, пожалуйста, вступите вовремя на эту нотку ми, за так, которая у вас звучит. Сразу, Калина Анатольевна, они начнут за так, и вы тогда вступите. Приготовьтесь, Арсений, нотка до и... Хорошо получилось, да. Теперь я хочу послушать вторую партию интонацию вот именно вот в этой второй части. Во-первых, какая динамика у нас в второй части? Арсений? Пиано. Пиано. Пиано мы играем где? В средней части смычка. В средней части смычка, да. Почему? Потому что там весы... Легче, да, смычок легче. Уколочек у нас потяжелее. Это вы тоже не знаете. Давайте мы сейчас сыграем. Значит, вот этот восьмой сыграйте, пожалуйста, одновременно. И послушайте интонацию, особенно переходим во вторую позицию. Пожалуйста, приготовьтесь. Да, Анина, он вступит и его за ним. Звучит музыка. И светильный звук. Да, но хочу еще раз послушать, потому что не очень было чисто. Давайте, еще раз постарайтесь, что мы все-таки унесем чистый букв. Приготовились. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Сейчас было лучше, получше, но все равно дома обратите на это внимание, потому что частенько большая литка в этом месте. Хорошо. Так, дальше. Именно вот это я хотела с вами еще поработать над окончанием второй части, да, где у нас ретенута мы должны сделать. Что такое ретенута? Что такое ретенута? Замедление, да. Это нота замедления и на последнюю нотку в конце второй части у нас фермата. Фермата это что обозначает у нас, Саня? Фермата удлиняет ноту на половину длительности этой же ноты. Да, над которой она находится. Правильно, молодец. Так, хорошо. Давайте мы сейчас с вами начнем. Наверное, знаете как, давайте мы все вместе сыграем вторую часть с вами, чтобы нам перейти к этому. И постарайтесь делать ретенуты. Вот Полина Анатольевна нам в этом поможет. Слушайте концертмейстера в этом месте, пожалуйста. Приготовились, приготовились. Поняли, да, вторая часть делала, откуда вы начинаете? Полина Анатольевна, сыграйте нам немножечко, чтобы мы вступили. И вместе. Внимация. Внимация. Да, да. И третья часть, с какой динамикой играется? Настя. Настя. Форте. Форте, да. Форте как мы можем играть в третьей части? Целым смычком. Целым смычком. А целым смычком это как? Настя подробно скажет, а некоторые у нас забывают об этом? От колодки до целого. До конца, Настя. От колодки до конца. Не забывайте. Нет, это как? Забывают давайте про колодочки у нас, да? Вот давайте сейчас мы сыграем третью часть. И именно целым смычком. Приготовились. В полина Анатольевне, они за так сыграют. И кстати, не забудьте, что у вас во вторых и третьих вынесон звучит, да? Слушайте первую посуду. Приготовились. И... Порти... 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 Молодцы, хорошо. Теперь я хочу поработать над произведением полностью противоположным по характеру. Это какое у вас произведение в репертуаре, Настя? Кубики композитора, Вая? Наталья Каш. Наталья Каш, правильно. Что мы знаем о Наталье Каш, вкратце Лиза? Наталья Каш, петербургский композитор. Она кончила консерваторию по имени Римского-Корского. Имени Римского-Корского, да. И преподает композицию в школе искусства. Хорошо. А что же характерно именно для этого предмета кубики, Аня? У него равные дни. Прямые дни, да. Ну, мы есть, да? Поэтому и такое произведение, оно все угловатые, да? А какими же музыкальными приемами пользуется композитор, чтобы отобразить это, Арахся? Пунктирный ритм. Пунктирный ритм, да. Это в первых трех партиях. А в вашей партии чем пользуется? Катя, расскажи. Все время смена струн. Да, постоянная смена струн у нас. Ну, пожалуйста, вам на углу. А чем же мы меняем струны? С помощью чего, Аня? С помощью локтя. Локтя, да. С помощью локтя. Лоскость струны, да, у нас меняется в зависимости. А сколько у нас плоскости струны, кто знает? Семь. Семь. А почему семь? Потому что на струнах и между струнах, когда мы играем по этой струне. Правильно, да. На каждой струне плоскость струны и между струнами еще, да? Мы же играем военную моду, поэтому у нас все есть и плоскость струны между... Хорошо, что ты это знаешь. В будущем тебе это пригодится, когда мы начнем заниматься военную моду. Ну, я думаю, многие об этом знают. Хорошо. Давайте мы теперь вспомним, какая тональность в этом произведении у нас. Настя. Ре-мажор. Ре-мажор. Знаки в ре-мажоре, а, все. Фадис-додис. Фадис-додис. Сейчас, чтобы перестроиться с ля-минора на ре-мажор, давайте мы сыграем с такой же динамикой гамму ре-мажор, приготовились. И послушаем чистый унисон. Обратите внимание на расстояние между нотами. Анализируйте, все через голову пропускаем. Прежде чем поставить палец, думаем, да? Бездумно ничего не делаем. И движение свечка тоже обо всем думаем. Подвесим свечочек на струну, чтобы сыграть пиану. Подвесим его у колодочки. И, пожалуйста, начинаем. И... Встань, докажем выточку, доводим. Продолжение следует... 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 Звучит музыка. Хорошо. Гаму мы с вами сыграли. Теперь давайте мы вспомним размер этого произведения. Какой у нас? Инора. Четыре четверти. Характер. Аня. Веселый, забавный и глибный. Все, сказали, что ты хотела. Еще кто-нибудь хочет добавить? Подвижный. Подвижный, правильно. Вот с таким характером мы с вами будем исполнять это произведение. Насколько частей мы образно делим это произведение, Настя? На три части. На три части, да. И третья часть практически повторяет первую. Да, об этом мы знаем. Сейчас я хотела бы послушать у вас первую цифру, первую фразу. Что именно? Мы сейчас с вами пунктирный ритм вот этот разберем, давайте досконально. Значит, у нас длина ноты определяется длиной смычка. Какой пунктирный ритм, что у нас, какие длительности в пунктирном ритме лейла? Восьмая с точкой и шестнадцатая. Восьмая с точкой и шестнадцатая. Восьмая с точкой сколько шестнадцатых у нас? Давай номер три. Три шестнадцатых, да? То есть, образно, три шестнадцатых у нас получается. Три шестнадцатых, да? Еще нам надо сыграть одну шестнадцатую. Она составляет какую часть? Люба. Одну третью. Одну третью от той восьмой с точкой, да? Так как не три шестнадцатых. Ну, вы все это понимаете. Поэтому, ну, мы не будем линейить, конечно, это мерить. Но когда вы играете в пунктирный ритм, вы должны следить за этим, да? Да? Следите за этим. И еще, что очень важно, шестнадцатая принадлежит какой нотке? Предыдущей или следующей? Мысленно мы будем присоединять такой лейл. Следующей? Следующей, конечно, да. Вот это тоже учитывайте. Сейчас мы сыграем медленно. Первый, второй и третий играют в свою партию. Ну, а вы, пожалуйста, продолжите своей сменой смычка. То, о чем мы говорили. С помощью локтя проследите внимательно. Небольшое структывание на кусочек, пожалуйста. Медленно. Хорошо, достаточно. Хорошо, молодцы. Теперь я послушаю переход в пятую позицию, интонацию у первых. Пожалуйста. Это у нас первая цифра. Четыре такта до второй цифры. Приготовились. Давайте. И. Еще раз. Давайте, пожалуйста. Очень-очень. И. Что касается второй цифры, на чем мы сейчас с вами работаем. Вторая цифра практически у первых точно такая же звучит, точно так же звучит, как и первая, да? Только меняется партия у нас у вторых и у третьих. Там появляется у вас целая нота, которую мы должны сделать именно с той динамикой, на которой мы играли в гамме или аминор, да? С вилочкой на крещерке. Поэтому вы там должны после форта, да, сначала у нас звучит форта, и резко спрятаться, да? То есть мы играем. Да? И сделать акцент на восьмую, на седьмую долю. Поэтому не спешите в этой нотке быстро вести смычку. Медленно и оставьте место на акцент, потому что на акцент требуется большое количество смычка. Давайте прямо сыграйте эту ноту мне. Значит, у первых ля, у вторых фа диез, вот на крещерную ноту, и у третьих ля на соль струни. Пожалуйста, сыграйте. Вы сейчас четвертый нитр. Приготовились. От колоночки подвесьте смычочек, спрячьтесь, а потом раскрылись. И акцент хороший сделаем. Сами сыграйте. И два, два, три, четыре, четыре. Да, еще разочек делайте. И два, три, четыре, четыре. Вау, да, хорошо. Так, и что важно у четвертой партии? Когда первые, вторые, третьи прячутся, вы играйте фортулос. Ра-ля, ра-ля, да, я-то играйте. Вот давайте мы сейчас сыграем первую фразочку, второй цифры, и сделаем то, что я попросила. Пожалуйста, приготовились. А кусочек можно там, можно, до второй цифры? Послушайте. Хорошо, хорошо, молодцы. Теперь хотелось бы отработать переход со второй цифры на третью. Очень важное, синхронное снятие смычка и перенос его. Да, мы переносим смычок. Что такое синхронное? Что такое? Так, ну кто мне ответил? Лейб. Вместе. Вместе, да. Но у меня всегда ассоциируется это с синхронным планом. Очень всегда завораживаю, да, как девушки. Настолько это все делают одновременно, что даже не к чему придраться. Вот мы должны как-то стремиться. К синхронности. И еще, кстати, мне сказала вам, стремитесь к синхронному исполнению штрихов. Не то, что надо стремиться, а надо это делать. Это, если вы не синхронно исполняете, это равносильно неровному шагу в шеренге солдат. И так вам для справки, что курсанты тратят по пять часов, чтобы отработать синхронный шаг. Представляете? Просто шаг отработать. А сколько должен работать музыкант, да, тем более в ансамбле, чтобы это все получалось синхронно? У нас же не только шаг, у нас тут всего много, видите, мы сегодня выяснили, сколько у нас всего. Надо знать. Поэтому будьте внимательны, когда вы играете в ансамбле. Сейчас мы с вами сыграем до третьей цифры четыре такта. У вас вынесло четвертый и первый. Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре. Дотягиваем эту ноточку, филируем одновременно, снимаем смычочек и переходим на третью цифру. Какая динамика в третьей цифре у нас? Варя. Пиано. Пиано, да. Пиано мы будем играть от середины смычка, правильно. Вот будьте внимательны в этом месте. Приготовились? Приготовьтесь, Арсенов. Вы пока не играете, но готовитесь. Кусочек там дайте, если можно. Угу. Или с этого. Четыре такта до третьей цифры. Давайте сразу вспомним. Приготовились по моей команде. И... Ягод! Сняли. Так, ну и конец, давайте мы сыграем окончание этого произведения, 4 такта до конца, то же самое практически, но сейчас сыграем две целых нотки у нас там в конце, да, тянувся, плюс еще ферманка звучит, да, на последней ноте, на целой ноте ферманка. Давайте, приготовимся. А у вас срена нотка звучит, да? Вибрация хорошая, плана смена смечка. Поехали? И... Остановитесь, вы меня не поняли, 4 такта до конца. Ре, ре, ля, ля, ре, 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 ре. То же самое, что мы сейчас играли, только это уже конец, и на ферманке, Арсений, приготовьтесь, пожалуйста. У вас срена нотка звучит, да, остановили и вместе сняли. Хорошо, молодцы. Сегодня вы очень хорошо поработали, мне понравилось, отвечали на все вопросы, знаете очень много музыкальных терминов, молодцы. Знаете технику ведения смечка, это тоже радует, что наша уроки не проходят с вами бесследно. И сейчас мы соберем вот все, что мы с вами набрали, наш опыт музыкальный, да, за время обучения. Сконцентрируем свое внимание и покажем свои музыкальные способности. Исполним два произведения, шерберские зонтики и кубики, как на генеральной репетиции перед концертом. Не забывайте, что вы со мной делаете все синхронно. Поднимаете скрипочки, опускаете и в конце покрытие. Да, порепетируем. Опускаете скрипочку и все вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok